Перелом вместо ушиба. Такой диагноз поставили жительницы Актаса Натальи Силаевой, врачи клиники имени Макожанова. В загипсованной руке женщина ходила в течение месяца. Кроме того, по словам пострадавшей, она не по тому диагнозу принимала дорогостоящие процедуры. В итоге на сегодняшний день рука до конца не разгибается. Врачебная ошибка или каприза женщины, выясняла Мирамгуль Салкимбаева. Два года назад жительница поселка Актас, подскользнувшись на лестнице, повредила руку. С жалобами на резкую боль и повышенную температуру она обратилась в центральную больницу города Сарань. Врачи диагностировали ушиб и назначили Наталье Силаевой курс лечения. Травма не переставала тревожить женщину, и та направилась за помощью в клинику имени Макожанова. У меня опухоль не спадала и температура держалась. Мне подсказали, чтобы я обратилась по Макожанову в больницу. Мне сразу там поставили диагноз перелома. Врачи Макожановки наложили Наталье Силаевой гипс. Когда его сняли, женщина в течение месяца проходила платный курс лечения, который влетел ей в копеечку. Не теряя времени, пострадавшая сторона обращается за помощью в комитет медицинского контроля. Мы обратились, имея два диагноза, по одному и тому же случаю абсолютно разных, обратились в комитет медицинского контроля и фармаконтроля. На что нам дали, наше обращение дали заключение, что на снимках представленных непосредственно городской больнице города Сарань перелом не усматривается. Кроме того, на снимках представленных клиникой Макожанова перелом также не виден. А вот сотрудники клиники Макожанова утверждают совсем другое. Руководство больницы уверяет, что перелом у Натальи Силаевой все-таки был. Мы, естественно, провели свое расследование. В результате этого расследования перелом исключить невозможно. Нельзя его исключить. И в результате этого было проведено определенное лечение. Рука была задеписована. Поскольку рука долгое время находилась обездвиженной, сейчас женщина испытывает дискомфорт. Пострадавшая предлагала клинике решить все в досудебном порядке. 900 тысяч тенге за моральный вред Натальи бы хватило. Медучреждение предложение проигнорировало. Мы хотим просто на собственном примере показать, что на такие случаи не следует закрывать глаза. То есть следует идти до конца. Поскольку уровень медицины с наличием того, что клиника Макожанова является ведущей клиникой. По специализации идут переломы полностью, то есть составы. Имея на своем балансе очень хорошее современное оборудование, делать такие ошибки.